Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В ряде населенных пунктов Черноморского региона Западной Армении продолжаются работы по ликвидации последствий стихийных бедствий. Сегодня вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским позициям в Ярадске, сообщает Министерство обороны Республики Армения. 1200 квартир в Степанакерте, 20 новых микрорайонов в поселках. Президент Арцаха подписал постановление. Соединенные Штаты поддерживают процесс с сопредседательством Минской группы ОБСЕ, сообщает Государственный департамент. После ремонта открылся Дом культуры Дамала в Джавахе. Германия потребовала, чтобы Турция и другие страны вывели свои войска из Ливии. На сайте туристического журнала WonderLost создана страница, представляющая Армению. Вчера в центральных и северных регионах Западной Армении ливневые дожди обернулись стихийным бедствием. Дожди, которые длились около 7 часов, вызвали наводнения в горах, которые нанесли большой ущерб ряду населенных пунктов в районе Амшена. В результате стихийного бедствия 7 человек погибли, 2 человека пропали без вести. Были разрушены дома, магазины, объекты общественного значения. В ряде горных поселений слой Ила достигает 1,5 метра. Утром 16 июля, начиная с 11 утра, подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Ерасх, армяно-азербайджанской границы. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью и информацией Министерства обороны Республики Армения. Подразделения вооруженных сил Республики Армения прибегли к ответным действиям. С армянской стороны жертв нет. Президент Арцаха Арай Корзунян написал на своей странице в Facebook, что подписал программу по обеспечению жильем семей погибших во время 44-дневной войны в Арцахе, а также пропавших без вести или оставшихся без крова. По программе в Степанакерте строятся многоквартирные дома примерно на 1200 квартир. В сельской местности страны строится не менее 20 новых жилых кварталов, в рамках которых будет построено более 2200 жилых домов для вынужденных переселенцев из более чем 36 населенных пунктов. Более 500 квартир будет куплено на первичном рынке Степанакерта и около 1000 на вторичном рынке. Около 70 квартир будет куплено на первичном рынке регионов Республики. Около 1000 единиц квартир на вторичном рынке будет куплено и отремонтировано. Проект также предусматривает благоустройство строящихся поселков, строительство или реконструкцию инфраструктуры, обустройство жилья. Программа финансируется из государственного бюджета Республики Армения, государственного бюджета Республики Арцах и всеармянского фонда Аистан и других средств, не запрещенных законом. Госдепартамент США выразил поддержку мирному регулированию Арцахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, подчеркнув, что США поддерживают процесс сопредседательства Минской группы ОБСЕ на принципах территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов. Как сообщает Армен Пресс, об этом заявил Госдепартамент США в ответ на вопросы армянской службы «Голос Америки». Дом культуры Дамала в Джавахке, находившийся на грани обрушения, был отремонтирован и открыл свои двери для студентов 14 июля, сообщает jnews.g. Дом культуры Дамала – единственное армянское село в районе Аспинза. Дом культуры Дамала было построено в 1936 году и последний раз ремонтировалось около 40 лет назад. 16 декабря 2017 года во время концерта деревенского танцевального коллектива «Карин» обрушилась сцена. Согласно этому сообщению, по предложению главы Дома культуры Дамала Варсеника Саакяна, по предложению мэра и депутата из села, они смогли отремонтировать Дом культуры, обратившись к мэру Аспинзе Ростому Макраквелидзе. На открытии Дома культуры присутствовали губернатор Бесик Амиранашвили, мэра Спинзы, президент Сакрабула и другие официальные лица. Министр иностранных дел Германии Хайко Масс заявил, что иностранные войска должны немедленно покинуть Ливию. В заявлении, опубликованном перед заседанием Совета безопасности ООН, Масс сказал, что процесс должен начаться с сирийских наемников. Выполнение решений второй встречи по Ливии 23 июня в Берлине будет обсуждаться на предстоящем заседании Совета безопасности ООН. На встрече в Берлине приняли участие высокопоставленные представители 16 стран, в том числе Турции, России, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, которые обязались отозвать иностранных военных представителей из Ливии. Но те же обязательства были взяты на себя этими странами во время первой встречи в январе, но тележка не двинулась с места. По данным ООН, в Ливии по-прежнему находятся около 20 тысяч иностранных солдат. Ранее Турция признала, что отправляла в регион сирийских наемников для участия в столкновениях в Ливии. Но в настоящее время нет четких данных о том, какая часть этих наемников была вывезена из Ливии, а какая часть до сих пор находится в стране. Напомним, большое количество наемных террористов с помощью Турции также принимало участие в 44-дневной войне, развязанной против Арцаха. Комитет по туризму Министерства иностранных дел Республики Армения принял главного редактора британского журнала путешествий «Вандерласт», который впервые находится в Армении со своим коллегой по приглашению комитета, чтобы открыть для себя неизведанную загадочную страну со всеми предпосылками. С богатой историей, культурой, прекрасными людьми и вкусной кухней, чтобы стать одним из самых привлекательных направлений для путешествий для британских и не только туристов. Журнал «Вандерласт» ориентирован на путешественников из Великобритании и США, Канады, стран Персидского залива, которые выбирают необычные и малоизвестные направления. Одноименный сайт посещает полтора миллиона посетителей в месяц. На сайте уже создана страница, представляющая Армению для туристов, которая будет регулярно обновляться. Дальнейшее расширение сотрудничества даст возможность открыть для себя Армению с разных сторон, сделать ее узнаваемой для постоянных подписчиков журнала, туристических компаний, а также посетителей сайта. Далее для вас Хамшени Цапик, Райк и Мэнг. Далее для вас Хамшени Цапик, Райк и Мэнг. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все, желаем вам всего хорошего.